друзья всех приветствую сегодня перед нами вот такая замечательная картинка это алоэ вера может быть кто-то знает не знает я думаю практически все когда-нибудь видели это замечательное растение смотрите как она красивая алоэ вера так или просто алоэ поговорим о том какое-то замечательное средство в домашней аптечке для домашнего лечения ну прежде всего химический состав алоэ известно что в алоэ содержатся витамины а b1 b2 b3 b6 b12 b12 c извиняюсь и то есть это вся группа практически жизненно важных элементов b и не менее полезных цели если посмотреть какие минералы содержатся то это железо калий кальций магний марганец медь натрий фосфор втор цинк хром и то и другие ну конечно же в микро каких-то количествах до кроме того алоэ богата органическими кислотами коричневая лимонная яблочная янтарная очень полезная кислота ну и помимо этого другие вещества такие как тубильные вещества смолистые соединения флавоноиды так далее то есть сам по себе этот замечательный представитель растительного мира он обладает огромным спектром по своему химическому составу а теперь поговорим про полезные свойства и пользы алоэ для организма конечно же алоэ обладает сильнейшим антисептическим бактерицидным свойствам кроме того известно что алоэ укрепляет иммунную систему лечит простудные заболевания помогает справиться с головными болями нормализует пищеварение улучшает метаболизм и так далее так далее то есть куда ни коснись алоэ прекрасный домашний доктор даже например известны случаи что алоэ хорошо помогает заживлять ушибы порезы гнойные раны просто прекрасное лечение в этих случаях при солнечных ожогах защищает от ультрафиолетового излучения при конечно же большом спектре каких-то кожных заболеваний вопросов очень помогает алоэ обеспечивает сильнейшую регенерацию кожи с точки зрения косметического эффекта да то есть известно что сок алоэ прекрасно улучшает состояние кожи волос увлажняет кожу делают ее более упругой способствует быстрому росту волос ну а теперь поговорим как использовать алоэ в домашних условиях да и как собственно сделать лечебную процедуру ну во первых конечно же лечение соком алоэ так при простудах то есть достаточно прокрутить через мясорубку алоэ добавить туда же лимон с цедрой тоже можно их перекрутить можно воспользоваться блендером так и добавить мед закрыть плотно крышкой и принимать это средство по одной чайной ложке два-три раза в день хранить можно в холодильнике дальше прекрасное средство лечение это от насморка то есть просто капать сок алоэ два-три раза в день в пазухе но носа по несколько капель дальше лечение кашля можно смешать лот сок алоэ с медом в равных пропорциях и принимать получившуюся смесь за 20 минут до еды по 1 2 столовые ложки раз в день если гастрит или какие-то проблемы с желудком алоэ тоже прекрасно лечит утром и перед сном ешьте смесь из растения нашего замечательного да и меда один к одному так продолжительность несколько десятков дней чем больше тем лучше то есть такой медленный но постепенно терапевтический эффект прекрасное средство лечение от стоматита и для ротовой полости в целом можно взять толстый лист растения очистите вот кожуры мелко порезать и просто алоэ надо жевать но не проглатывать причем сок и кусочки алоэ они практически но можно сказать безвкусные и не несут какой-то там неприятный вкус то есть можно оставить пластинку с мягкой внутренней частью алоэ на воспаленный например там десне либо там на кусочки где стоматита и хватает два-три раза чтобы испариваться от проблем в ротовой полости что еще конечно же просто прикладывание кусочков алоэ при каких-то проблемных ранах гнойничках порезах и так далее на различных участках тела прекрасный способ лечения что еще нужно просто знать что алоэ это как бы богом данный прекраснейший представитель растительного мира который обладает супер терапевтическими свойствами нужно пользоваться и обязательно иметь его можно сказать в домашней аптечке ну как имеет достаточно взять у кого-то кусочек маленький алоэ так но имеется ввиду с корневой системой маленький корешок и посадить себе то есть медом черенкования посадить себе в горшочек и начать его выращивать так и где-то через несколько месяцев у вас он укрепиться начнет пускать дополнительные корешки листья и будет расти со временем через год два-три вы будете не знать куда девать эти прекрасные мясистые стебли ну конечно же мы знаем куда их девать да можно их нарезать вот эти прекрасные стебли и например просто хранить в холодильнике определенное время например известный академик филатов он рекомендовал именно такой способ но можно сказать заготовки алоэ до оказывается если положить алоэ в него благоприятные можно сказать для него условия например вы отрезали кусочек алоэ до большой лист тем при температуре например около 8-5 градусов то есть в холодильник в нем начинает вырабатываются специальные вещества усиливающие жизненные процессы в тканях имеется ввиду при процессах лечения так то есть положили на как минимум несколько суток отрезанные завернутые в целлофановый пакетик листья алоэ так и по стечении этого времени достали из холодильника убрали почерневшие края отрезали все что нужно сказать потеряла как бы жизненный свой вид так помыли и можно использовать прекраснейшая масть мощнейшие лечебное средства друзья пользуйтесь делитесь этим прекрасным растением со своими друзьями так делитесь полезными советами по поводу его применения ну и конечно же не болейте всего вам доброго